1 июля в России отмечается памятная дата, день ветеранов боевых действий. И хотя этот праздник пока не имеет официального статуса, но с каждым годом становится все более известным. Для самих ветеранов это прежде всего день памяти и скорби о своих погибших на войне или скончавшихся от ран боевых товарищах. Их и почтили члены Дмитровского отделения боевого братства, младшего сержанта Алексея Воронина, убитого маджахедом в 82-м и награжденного орденом Красной Звезды посмертно, рядового Николая Негодяева, пропавшего без вести в том же 82-м в провинции Герат Республики Афганистан и многих других. Основная проблема, ну вопросы реабилитации социальные. Многие прошли какие-то, остались обиды на что-то, на как-то, на упущенное время. Вот. Здесь мы находим один из способов, значит, приобретаем путевочки для ветеранов и членов их семей. Вот. Проводим занятия с молодежью, выезжаем в лес, проводим полевые занятия. Это, как-то, дается возможность как-то расслабиться, реабилитироваться, значит, как-то снять свое напряжение, снять свой стресс, передать молодежи что-то, чему научились вот за свою жизнь. Вот. Жилищный вопрос по-прежнему стоит. Вот. Потому что те, кто прошел Афган и до Афгана горячей точки, они как бы успели встать в очередь до 2005 года на жилье. А ветераны других конфликтов на Кавказе, Чечня, Осетия, Грузия, значит, другие. Вот вопрос, вопрос стоит. Китай и Корея, Ангола и Мозамбик, Египет и Эфиопия, Йемен и Сирия, Ливан и Алжир, Вьетнам и Лаос, Камбоджа, Бангладеш. Вот далеко не полный перечень стран, где в свое время побывали советские и российские войны, выполняя свой служебный долг. И, конечно, самыми масштабными после 1945 года для нашей армии были Афганская война и чеченские антитеррористические компании. Мы воевали, нас государство послало туда воевать. Что сейчас происходит, я, можно сказать, не стал бы комментировать. Что сейчас в Чечне, что здесь, как люди живут там, как живут здесь ветераны. Такие дотации получает Кавказ. Что там в Кавказе творится, и что у нас здесь ветераны. Это смех просто. Ну, очень не хотелось бы даже на этот вопрос отвечать, если честно. Жаль, все забыты, все ветераны забыты. И только здесь, в всей стране. Афган, Чечню. Где государство? Что оно для ветеранов делает вообще? Посылать? Посылали. А где сейчас? Я даже не знаю, что для ветеранов. Жилье пробить, как Владимир Юрьевич говорит. Мы пробили жилье изначально. Две квартиры пробили. Но очень трудно это было. В Рогачеву уже 10 лет дмитровские ветераны боевых действий отмечают этот невеселый праздник. В 2009-м за 1 июля, как день памяти всех участников боевых действий, проходивших позже 45-го года, проголосовало несколько тысяч ветеранов. Это было зафиксировано в специальном документе и отправлено обращение к правительству России с просьбой об официальном учреждении такого дня. Однако им ответили, что подобный праздник уже существует. Его функцию выполняет 15 февраля, день памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Но инициаторы новой даты не сдаются. Они уверены, что у всех ветеранов должна быть своя общая дата, не желая смешивать дату окончания Афганской войны и чествования остальных ветеранов. — Участник ликвидации последствий аварии в Чернобыле. — Последствия, да. 88-89 год. — Это тоже достаточно такой подвиг наравне с военной, можно сказать. — Был там во время прохождения срочной службы. Служил на Украине. Имеют два входа в зону. Ну, просто работали солдаты. Разбирали там военный городок. Вывозили, захоранивали все это. — Насколько вообще берегли людей, когда ликвидировали последствия? — Тогда организация была очень хорошая. Я был уже в 88-м году зимой и 89-м мая месяце. Ну, первое, скажем так, то, что произошло в 86-м году, уже прошло. Уже немножко научились, наверное, тогда работать. — То есть те, кто был первым, им сложнее всего? — Да, естественно. Тогда было больше всего погибших, те, кто были в первой волне, вот в 86-м году. Ну, из нас здоровье, да, немножко, конечно, подкачалось. После этого есть небольшие последствия. Но, судя по 89-му особо году, за нами следили. За то, чтобы не лезли куда не нужно. Все такое. Несмотря на отсутствие официального статуса, День ветеранов боевых действий уже много лет организованно отмечается в Дмитровском городском округе. И его празднуют не только военные, но и сотрудники МВД и ФСБ, а также прочие участники боевых действий, не являющиеся военнослужащими. И тревожит до груди Бог мальчишек сохранить. Едут на войну пацаны. Едут на войну пацаны.